Музыка Церемония награждения престижных премий театральных деятелей Беларуси Хрустальная павлинка, Хрустальный цветок, Хрустальный ангел и Хрустальная звезда прошли в Минском Доме Дружбы. Главную награду белорусских кукольников Хрустальный ангел получила актриса Гродненского театра кукол Людмила Павловская. И сегодня Людмила Васильевна придет к нам в гости и расскажет о том, как уже в этом году 35 лет она работает в театре кукол, в нашем Гродненском театре кукол. И она всегда любила театр, вдохновлялась театром и умела вдохновлять им других. И самое главное, она делает это до сих пор и, я уверен, будет делать еще много-много лет. Ну что ж, как и обещали, к нам сегодня в студию присоединилась наша гость и победительница престижного очень конкурса, обладательница премии Хрустальный ангел Людмила Павловская, к тому же еще и моя преподавательница, и замечательная актриса. И вообще я очень рада всегда, когда вы к нам приходите. Доброе утро, поздравляем вас. Доброе утро, Людмила Васильевна, наше поздравление. Доброе утро, спасибо. Как ваши эмоции? Я представляю, вот было вот этого два, уже, наверное, немножко они улеглись. Улеглись немножко, да. Эмоции, конечно, самые положительные, даже как-то хоть и улеглись, но все равно ощущение какой-то радости, счастья, оно еще так волной меня греет, греет мою душу, мою, значит, ну и вообще меня как артистку, как человека. Потому что среди многих дипломов, разных грамот и так далее, и так далее, вот это для меня самое теплое, самая дорогая и самая просто вот этот ангел не только поселился в нашем городе, в моем доме, нашего театра, но и такое ощущение, что он поселился мне в душу. Во-первых, это премия, одна из наивысших премий театральных в нашем государстве среди кукольников, и вот она так называется, как я говорю, не гусь хрустальный, не еще как-то, а именно, да, хрустальный ангел. Ну, во-первых, я немножко так уже позволю себе сказать, что почему она мне так дорогая, почему она мне так тепла, и почему она мне так трогает мою душу, потому что мы же ведь прежде всего детский театр. Конечно, у нас очень много спектаклей для взрослых, но мы-то имеем дело с детьми, вот они-то ангелы, они-то души приходят к нам на спектакль, и мы вторгаемся в их души, мы их направляем, мы их воспитываем, мы их чувствами, эмоциями руководим. И поэтому это настолько, настолько созвучно в моей профессии, тому, чему я служу всю жизнь, этим деткам, и этот хрустальный ангел, и так дорого. Людмила Васильевна, скажите, пожалуйста, сколько вы уже лет служите детям, вообще служите своей профессией, когда произошел, как давно произошел вот этот вот щелчок, то, что надо работать в театре, я хочу работать в театре и посетить свою жизнь театру. Сколько уже лет? Ну, работаю я много лет, потому что, если говорить про Гродненский театр кукол, то в этом году 35-й год, как я работаю в Гродненском театре кукол. А если, как вы говорите, профессией, то в нее я пришла, первый мой рабочий день в качестве артистки Могилевского театра кукол был 11 января 1977 года. А когда ты, Дима, пришел к нам на телерадиокомпанию? Вот так! Поэтому это более 40 лет я в этой профессии, будем так говорить. Как произошло, вот с чего все началось, почему вы решили, что это будет театр? Ну, именно театр кукол, будем так говорить, потому что артисткой я мечтала стать гораздо раньше, в старших классах, я участвовала в самодеятельности, ну, как многие-многие-многие, и все, буду артисткой. Хотя я школу оканчивала и училась в маленьком городке Гомельской области, Житковичи, и там театров у нас тогда не было профессиональных. Интересно, извините, у вас, Гомель, вы окончили школу, потом Могилев, старт, теперь Гродно, ну, теперь уже 35 лет в Гродно. Да, у меня Беларусь вообще, вообще Беларусь, как я говорю, сейчас немножко договорю и вам скажу по поводу Беларуси. И вот когда я уже поступала по конкурсу, окончив колледж, как теперь говорят, искусств, была приглашена, открывался в Могилеве кукольный театр, я была приглашена на конкурс, я там тоже так проходила, читала, пела, танцевала, все-все-все, что положено, несколько туров, и в конце концов меня отобрали. И я пришла, и помню вот первый свой рабочий день, и думаю, я же всегда мечтала быть артисткой, ну, естественно, драматического театра, я никогда в жизни еще не видела ни одного спектакля театров кукол. Нас там водили в кино в воскресенье раз в неделю, и все. И что это такое? Как это я буду здесь? И я, когда год проработала, вот, мне режиссер тогда того театра, значит, Кулага Николая Николаевича, он говорит, Люда, тебе надо учиться дальше, надо, надо учиться дальше. А я говорю, подождите, подождите, я хочу понять, нужна ли я именно этому театру кукольному, и нужен ли он мне? Я должна разобраться. Я еще проработала год, и вот тогда меня щелкнуло. Когда я проработала два года, уже сыграла 12 ролей разных, и вдруг я щелкнула, что же это такое кукольный театр. И вдруг я поняла, что мы-то берем любые предметы, мы их оживляем, они думают, чувствуют. Я, я, а это еще то, где есть там и я, и есть этот же предмет. Это кукла или что-нибудь еще. И мы играем с душами, мы свои мысли, чувства, ручки, как они двигаются, ножки, как поворот головы. То есть я увидела оживление, живое существо. И все. И вот тут я на всю жизнь решила, что я буду артисткой кукольного театра. А я слышала, что многим актерам даже снятся их куклы. У вас такое бывало? Конечно, снятся. Но они снятся не просто, как куклы снятся. Они снятся какие-то работы, какие-то эмоции. Там, особенно, когда уже проходит какой-то спектакль для взрослых или детской, которые ты играешь в такие работы, где очень много чувств и эмоций ты вкладываешь в эту данную роль. И когда уже придешь домой, у меня всегда, я перед тем, как усну, если я ответственна на спектакль, ответственная роль, у меня всегда в голове проходит опять спектакль. Как шел, как я играла, что я говорила, как я говорила. А надо было так, а вот тут так, а тут где-то так. И вот тогда я засыпаю, и мне опять снится моя роль, моя кукла, мое это. Может быть, не совсем корректный вопрос для артиста, но тем не менее, каждую роль я знаю, что артист носит с особым трепетом, находя нужный образ. Может быть, у вас есть какая-то любимая кукла, любимый персонаж, любимая роль? Которая больше на вас похожа. Может, отзывается именно в ваше душе. Ну, на протяжении 35 лет их было, конечно, очень много больших и маленьких, и не только роли, ведь я еще работаю, мы же, как я говорю, одна театральная семья, чем наша профессия немножко отличается от драматического или других жанров искусства. Мы ведь сегодня, я играю роль большую, допустим, главную, или второго плана. Есть же куклу, когда ее водят 2-3 человека. Элементарно у нас реквизит, у нас работают и живут предметы, и елки, и дома разговаривают, и все. Это же тоже кому-то что-то надо делать, что-то озвучивать. И бывает, что в одном спектакле я играю, а мне помогают водить ручки или ножки, или приносят какие-то предметы, которые берет моя кукла. Там чаши, цветы, или еще что-то. А в другом спектакле я могу быть, как мы говорим, на подачах. То есть я работаю, и это совершенно не зазорно, потому что в результате сегодня я, завтра мне, а в целом-то прежде всего продукт, а пектакль... А кого сложнее и интереснее играть, например, человека, животное или дом? Ну, дело не в том, что сложнее. Дело в том, что как она выписана, что она несет, какую задачу, какую идею. Не важно, будь это дом или то, в какую идею он несет спектакль, какую мысль, какое чувство, какую проходит нить. То тогда, конечно, чем сложнее механическая кукла устроена, там мярья нет, где больше технических каких-то вещей, то тогда ее сложнее и интереснее освоить все это. То, что туда напридумывали художник, режиссер, что она делала там, рот, руки, пальчики, как двигаться. Это сложнее, чем сложнее, тем интереснее. Это тяжелее, но это интереснее. Но я вам немножко еще не договорила на тот прежний ответ, что какая любимая кукла. По поводу любимой куклы, наверное, не столько даже любимая кукла, сколько вот запоминаются на протяжении многих лет те образы, которых я больше прожила, пережила. И бывает даже кукла простая, простенькая, как мы говорим, перчаточная или что. Но она мне так дорога чем-то вот таким по своему внутреннему, чем-то зацепила. То она тогда дорогая. А бывает такая, ну, вся красивая, навороченная вся эта. А вот что-то вот так вот как-то. Но такого почти никогда не бывает, потому что ты все равно, чтобы оно двигалось, думало, мыслило, ты все равно вкладываешь туда свою душу, свои эмоции. Поэтому любимых кукол их много. И если я их начну сейчас перечислять, то их, конечно, много. Может быть, какие-то такой вопросы. Были ситуации мистические в каком-то смысле с разными куклами? Таки у нас театры кукол, гродненские легенды вокруг него ходят. Что-то было такое? Было ли? Ну, мистическое бывает очень много. Во-первых, вообще жизнь, это вообще у человека, это какая-то она мистическая. Она связана со многими вещами. А теперь, чем дальше нам информационное поле нам все рассказывает, что есть и параллельные там жизни, и параллельный мир, и так далее, и так далее. И невольно начинаешь об этом думать, и в это как-то верить. Но это как бы шутки шутками. Но дело в том, что что-то в этом мире все-таки есть вот такое странное. Например, у нас может, ты куклу точно знаешь, что ты ее сюда повесил, или точно положил, и никто не трогает. Это закон театра кукол. Если кто-то что-то куда-то положил, пусть оно на твоем пути и лежит не так, и ты несешь свое положить, ты никогда не подвинешь, не тронешь. Никогда это место уже все, и ты ищешь свое. Поэтому актеры это не трогают никогда. Это табу. И поэтому приходишь, а ее нет. Или во время спектакля. Потому что бывает очень много затемнения, перестановки. И ты в черном кабинете, как мы говорим, тот же должен на автомате протянуть руку, и тут же взять тот куклу или предмет, который ты знаешь, что ты тут заготовил. Это уже дорабатывается до автоматизма. Ты туда, а ее там нет. А у тебя мгновение только на перестановку или на какую-то перемену. Раз-раз нету, где-где нету. И что делать? И что делать? Ну, ползаешь ищих пока не найдешь. И тут кто-то помогает, начинаем суетиться. А потом, оказывается, она может быть совершенно в другом месте. Или еще что-то. Вот какие-то мистические вещи. Или когда придешь, там, все, и вот точно все, но нету, пропало. Вдруг находим в другом совершенно. В комнате, в другой еще что-то, где-то что-то лежит. Как? Что? Откуда? Ну, очень-очень много такой мистики. Ну, как к этому отношению? Уже как к привычке. Это как к этому... Не напугает? Нет, это не пугает. К этому относишься спокойно, как к обыденному. Но стараешься все-таки перед самым началом еще раз, сто раз проверить. Тут лежит, тут лежит. Никто не взял, никто не взял. А вот есть какие-то приметы? Вот перед спектаклем, там надо обязательно... Ну, не знаю, упал сценарий, нужно на него пристать. Да, да. Это, как бы, говорят такие приметы. Но самое главное, конечно, настроиться на доброжелательность. Во-первых, когда ты начинаешь спектакль, и если ты раздражен, или ты как-то... И ты пытаешься это скрыть, а должен играть совершенно другую эмоцию, а дети это вообще чувствуют, да вообще весь зритель чувствует, ты не имеешь права быть раздраженным, быть отрицательно настроенным, быть еще что-то, то я думаю, что перед спектаклем самое главное – это себя просто как бы сбросить в себя вот этот быт, нашу жизнь, наши какие-то негативы, и только вот просто настроиться на волну, потому что ты несешь сейчас. И если ты вот так вот себя открыл, ну, неважно, какую ты роль играешь, там, отрицательную, там, положительную, там, или там на контрасте, иногда бывает в одном спектакле ты можешь играть и отрицательную, и положительную. Больше было положительных или отрицательных у вас в карьере? У меня, ну, как вам сказать, последние, в первые годы было больше положительных, потому что я играла в основном мальчиков. Мальчиков, юношей, героев, вот как-то голос у меня был низкий, и как-то мужчины у нас в основном играли более-таки солидные роли, и нас было всего 8 актеров, то я играла в основном мальчиков, и почти без замены, то это в основном, конечно, герои, положительные, разные герои, которые, значит, все заканчивается хорошо, и они побеждают. Но со временем меняется, разные есть роли. Последние годы я в основном работаю как характерная актриса, поэтому сказать, что это отрицательные роли, ну, конечно, вроде как Баба Яга – отрицательная роль, но я не могу ее делать отрицательной, там, злой или какой-то, она у меня, я ее стараюсь делать какой-то там прикольной или там еще какой-то. То есть, конечно, в противовес добру должно быть какое-то отрицание, чтобы в результате ребенок понял, вот так хорошо, а так это плохо. Но хотя, когда Капомни играла злую королеву, то приходилось себе искать эти краски, эти эмоции, но таких у меня мало ролей. В основном они такие характерные, юморные и так далее. Но я так поняла, вам больше нравится все-таки, ваш зритель – это дети. То есть, вот дети, взрослые, для кого сложнее, интереснее, вот-вот откликаются? Нет, Даша, я так не смогу ответить. Я так не смогу сказать, что больше дети или больше взрослые. Зрителю любишь каждого. Просто это репертуар, как вам сказать, у нас же и дети-то есть для маленьких, там, 5 лет, есть для 10, есть 15, вроде как еще дети, и для взрослых. Все зависит не от зрителя, я люблю их всех, потому что они, без них нет смысла в наших спектаклях. То есть мы же работаем, там, художник, режиссер начинает, там, драматур пишет, пьесу артисты работают, изготавливают все. Все мы все вкладываем, 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 вкладываем. И если бы не было зрителей в зале, кому это нужно? Кому это нужно? Поэтому, конечно, любишь его, потому что это мало того, что они казнить или миловать решают этому спектаклю или этой роли, они просто наш конечный результат, и они тоже одно целое спектакля. Без зрителя, без них, маленьких, больших, взрослых не состоялось бы вообще это действие театральное. Оно просто бы никому нет необходимости, нет смысла ради чего это делать. И вот как они его, примут этот спектакль или не примут, он им понравится, сопереживают, не сопереживают. Вот это и есть все, что наработанное до этого момента. Вот это последний штрих. Поэтому, конечно, я люблю любого зрителя. Я просто люблю доброжелательного зрителя. Они тоже должны, мне так кажется, приходить в театр. И если я себя настраиваю на доброту и любовь к людям, потому что я им несу продукт не только свой, а продукт многих людей, которые вложили в этот спектакль, то и зритель, приходя в театр, неважно, сколько ему, 3 годика или там 73, они должны настраивать прежде всего доброжелательно на то восприятие, которое им покажут. А спектакли разные по тематике у нас, слава богу, у нас режиссер, говорит, умница большая. И у нас просто есть на любой возраст. Есть драмы, есть комедии, есть трагедии, разного стиля, разного художественного решения, разные использованные куклы. И, пожалуйста, и драматические видны. И такие, то есть на любой вкус и цвет. Иди, выбирай, только прочти для кого. Потому что приводят маленьких на спектакль, которые для 10. Ой, а мой это, а вы посмотрели, ведь везде пишется. И это правильно, это имеет значение, потому что поднимающиеся темы, поднимающиеся те, говорится, способы, которыми мы решаем, эти темы, идеи доводим, они на каждый возраст, конечно, с вами. Мне кажется, я хотел задать как раз накануне вопрос по поводу того, почему Гродненский кукольный театр настолько популярен, хотя, ну, казалось бы, кукольный театр, они в первую очередь для детей. Но, наверное, вот этим вот ответом предыдущим вы и ответили, простите за это. Вы просто на самом деле, я смотрела, да, что в некоторых областях действительно бывают свободные места в театре кукол в Гродненке. Вот никогда, никогда не свободные места. Ну, накануне даже в Гродише правде написали, что мы по заполняемости зала, мы в республике среди всех театров, всех ганеров. Третье место, ну, представьте, что такое Минск с его количеством народа проживающего, и что такое театр оперы, балета, там, иностранцы, и то, и то, и то. Или там музыкальный театр, где из Москвы приезжают там разные раскрученные опереты, там, и так далее, и так далее. И что такое мы областной, небольшой, среди областных театров, мы, пожалуй, по численности наименьший театр, не сравнить же с Гомелем, Могилевым или Витебском, где там столько проживает, элементарно проживает людей меньше. Людмила Асальевна, спасибо вам большое. Мы еще раз поздравляем вас с этой прекрасной наградой. Я уверен, что это старт к вашей коллекции хрустальных ангелочков. Желаем вам успеха, творческого успеха. Поздравляем вас с 35-летием, который ожидает вас творческой в кукольном театре деятельности в этом году. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо за вот эти эмоции, за это интересное. Спасибо вам большое. Мы напоминаем, что у нас в гостях была актриса театра кукол Людмила Павловская. И не забывайте, что если вы хотите приобрести билеты в театр кукол, делайте это заранее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!